Продолжение следует... Даже не знаю, это не окружная, это просто трасса, идущая по Братиславе, обеспечивающая быстрый доступ к любой части города, для того, чтобы вы могли проехать, не стоя в пробках, то есть вы проезжаете и так далее. Вот одна из частей этой дороги является, как вы видите, туннель Ситино, по-моему он называется, Ситино, да, 1300 или 1800 метров, которого явно не хватает в Киеве, например. То есть маленький, как говорят, бедная Европа и тому подобное, бедная Европа и еще более бедная, в кавычках, Братислава смогла себе позволить такой туннель, чтобы разрешить все транспортные проблемы. Над нами сейчас несколько районов Братиславы, которые стоят на холмах, там по ним тоже можно было проехать, но это бы занимало большое количество времени. А сейчас мы практически проскакиваем половину Братиславы, вот конец до выезда из, да, Ситино он называется, до выезда уже на набережную, здесь еще пару будет съездов-выездов и дальше мост на Дунай, после чего, после чего что, да, после чего я заеду на заправку, куплю себе виньетку, поскольку дальше я еду по Австрии и оттуда вы сможете, кстати, вот сейчас слева, закрытая от дороги панелями находится зоопарк Братиславы, весьма и весьма популярная вещь. О, на мосту тоже пробка, ну вот так всегда, вот, но мы будем ехать в крайнем ряду, потому что все в основном поворачивают, вы видите, несмотря на раннее утро в Братиславе, высокая активность, Словакия вообще встают в 6-7 утра, выезжают на работу в 6-7 утра, в 9 часов это уже глубокий рабочий день, а в 12 многие даже заканчивают свою работу, ну, в 3 часа так точно, например, военные службы и так далее уже идут по домам, да, ну, те, кто служит в этом самом, вот там тут показывает, что неплохо было бы остановиться, и мы останавливаемся на мосту, ну что ж, тогда смотрите дальше, я уже буду снимать буквально через, кстати, сейчас полседьмого, буду снимать видео с пропускного пункта между Словакией и Австрией, граница все-таки, посмотрите, как она выглядит и как проходятся границы между Словакией и Австрией, кстати, вы видели наверняка видео о том, как я через мост пешеходный прохожу границу, ну, вот, посмотрите теперь, как это выглядит на автомобиле, давайте увидимся дальше, смотрите. Ну, вот мы и подъезжаем уже в 6.45, мы подъезжаем к границе Словакии и Австрии, правда, вот нам мешают, называется Яровицы пропускной пункт, вот эта вот штука нам очень закрывает обзор и портит весь вид, вот такая вот она граница, как вы видите, толпы народа, да, за 15 минут, кстати, я успел проехать пробку, пробка оказалась не потому, что много машин, а потому, что кто-то рассыпал что-то на дороге, какую-то щебенку, видать, фура, ну, или самосвал, ехал, прыгнул на стыке и поехал дальше, высыпав часть груза, поэтому одна полоса была засыпана щебенкой. Ну, и вот вы видите, добро пожаловать в Рейх, вот, кто не знает, Австрия, это не Австрия, вот видите, это значок, который показывает, что вам необходимо приобрести виньетку. Напоминаю всем, кто хочет путешествовать по Европе, в Польше плату за проезд берут непосредственно на дорогах, причем достаточно много, по 10 злотых, по 9 злотых с легкового автомобиля, а дальше в Чехии, Словакии, Венгрии, Австрии плату берут по виньеткам, да, то есть, и, кстати, в Швейцарии тоже вы должны купить виньетку, во Франции и Италии оплата по тому, что вы проехали Испанию, Германию и Голландию, да, то есть, проезд бесплатный по автострадам для автомобилей. Ну, а мы разгоняемся, и вы видите эти поля ветряков, которые вырабатывают в Европе много-много электричества, делая ее энерго-менее энергозависимой от натуральных источников энергии. Кстати, в Германии в прошлом году летом поставлен рекорд больше 50% электроэнергии вырабатывалось за счет вот таких вот ветряков, солнечных батарей и тому подобное. Ладненько, 6.47, я продолжаю ехать, будем снимать дальше, смотрите, едем на Штунгарх. Снова привет, сейчас 7.15, вы видите подъезд к Вене, на самом деле вот эту дорогу, которую вы сейчас видите, построили буквально за полгода, примерно 10 километров до Вены, с двухполосного шоссе сделали трехполосный, а вот это вот поворот на Венский аэропорт, в некоторых видео вы видите, как я пролетаю над этой дорогой, а сейчас также вы видите, как я пролетаю или проезжаю мимо химического завода, особенно страшно, да, тут, кстати, бетонка пошла, а вот сейчас мы как раз въезжаем, подъезжаем к химическому заводу, это один из въездов, и сразу запахло, причем запахло конкретно, это один из въездов в Вену, он идет из Будапешта, то есть трасса Вена-Будапешт, Вена-Братислава, он идет на Вену, но мы не будем ехать в Вену, так же, как и в Братиславе, в Вене есть дороги скоростные, рассекающие город, идущие там либо в туннелях, либо на мостах, не мешающим местным жителям, да, из них съезды уже булочки, так, чтобы вы могли добраться нормально до любого места, но важно то, что мы сейчас не будем ехать, мы повернем на окружную дорогу, потому что мне это дальше ехать, мне на Штутгарт, а это значит, что я поеду на Линц, с Линца поеду на Мюнхена, с Мюнхеном буду уже в Мюнгарте, и ехать мне еще, как минимум, это сколько получается, 6 часов, такие вот делишки, но, надеюсь, оно того будет стоить, так что, смотрите, дальше мы сейчас вот подъезжаем, вот указатель, видели, Грац, Линц, Грац это в направлении Италии, если там ехать в ту же Венецию, на юг, да, а Линц на север, на Германию, в общем, сейчас мы вывернем на окружную дорогу, вы увидите, и я выключу камеру, потому что, не знаю, прочитал, правда-неправда, но пишут, что в Австрии запрещено использовать видеорегистраторы по причинам тайной личности, да, знаете, типа, как будто бы мне чьи-то номера очень важны, и вот мы поворачиваем на Грац, Линц, на окружную, а уже на въезде в Вену, как вы видите, стоит пробка, я же говорил, что немцы, там, у Словакии и так далее, люди ранние, им 6 часов подорваться и ехать, самое, ну, смотрите, 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 вот никогда бы не сказал, а, он перестроит, думал, он сейчас по старой киевской традиции поедет съезжать пробку, там пробка, конечно, капитальная, хорошо, что мне на окружную, а вот мы сворачиваем на окружную, даже знак 40, это, конечно, не зря. Халло, Вен, халло, Вен, сервус, Вен, добро пожаловать в Вену, и мы выскакиваем на ту часть окружной, которая нам нужна. Сейчас поедем дальше, дальше и дальше, вот так вот выглядит венская окружная, кто не видел видео с видеорегистратора, посмотрите обзор видеорегистратора, я постараюсь не забыть и дать линк в аннотациях или описаниях. Справа у нас сейчас, что не понял, Вена вот там за забором, слева вы видите химический завод ОМВ, который расположен прямо под взлетной полосой, рядом взлетной полосой Венского аэропорта, и каждый раз смотрю и ужасаюсь этому соседству, да, то есть это уже, знаете, так, джекпот, если самолет приземлится на этот завод, причем он производит в том числе и бензин. Ну что ж, вот видите, там раз, два, причем это не просто даже могут быть дороги, это могут быть целые районы, или могут быть на самом деле такие вещи, как круги разворотные локального трафика. Ну, в общем, едем дальше, наверное, уже увидимся где-нибудь в районе Линца. Смотрите дальше, дальше именно на австрийско-германской границе. Не хочу много вам писать видео, чтобы вы посмотрели легко и просто. Ну что, сейчас получается 9 утра, мы уже в Линце, одна из таких отправных точек, тут несколько автобанов расходятся, причем, что самое смешное, оба автобана дальше ведут на Мюнхен, можно ехать прямо, можно повернуть на Зальцбург. Думаю, видео про Зальцбург вы тоже посмотрите. Вот. А мы сейчас, и тут еще есть, кстати, автобан на Прагу. Да, вот, на Прагу. А нам на Пассау. На Пассау. Что можно сказать, как вы видите, типичная немецкая дорога, типичный немецкий автобан, в пределах города, лимит 100 км в час, все дружненько едут, большая толпа народа, нам сейчас через 6 км, вот, говорит мне, через 6 км поворачивать на Пассау. Такой вот он, город Линц, ну, на самом деле, как вы поняли, до города здесь еще далеко-далеко. Трассы немцы любят строить окружные, которые едут в обход, зато здесь куча заправок с бешенными ценами на бензин и все такое. Для того, чтобы проехать эти, получается, я уже проехал 270 км, да, за 2,5 часа, 270 км, учитывая, что у нас еще и была Венос, и окружной, и остановки, то, соответственно, все, в общем-то, неплохо. Жаль, что не выходной день. Был бы сейчас выходной день, мы бы сейчас ехали без фур, потому что фуром по выходным дням ездить нельзя. Видели там, кстати, указатель? Ну, мы едем вот так прямо по САУ, туда, Зальцбург. Мы берем правее. Вот, здесь у нас бензин, который стоит евро 60. Это, конечно... А, евро 55, нормально. Нормально, евро 55, почти как в Словакии, где евро 40 стоит бензин. Я, кстати, заправлялся... Тут многие сети супермаркетов имеют свои заправки. Я в метро заправлялся по евро 38. Хотя и бензин, честно говоря, в метро не очень и такой качественный. Ну, в принципе, едет и едет, расход чуть больше, но не так, что там лишние литры на сотни километров. Нет. Но, с другой стороны, 10 копеек сэкономить тоже хлеб. На 10 литрах получается евро. Вот такое. Да. Может быть, оно того и не стоит, но почему бы все равно по дороге заправка и не заправить, не потешить свое самолюбие. Ну, вот мы уже подъехали к развязке. Все, собственно говоря, линз его окружной. С кучей его супермаркетов мы проехали. Он остается справа. Вот там вот. Вы не видите. Там улочки и частный сектор. Ну, как частный сектор? Тут везде частный сектор. Амщи! Ой, что-то я... Амщи! Никак не могу. Выздороветь нос заложенный, что капец. Вот, прочистился, наверное. Вот. И, соответственно, чуть-чуть осталось... Чуть-чуть-чуть-чуть вот так вот только что были видны города чуть-чуть. И мы сворачиваем уже на Пассау. Пассау это пограничный город Австрии и Германии. Я, кстати, говорил, что Австрия часто повторяю. Австрия это только у нас... Ну, где у нас там? В Украине, в... Германии, ну, по-русски, да, Австрия. На самом деле это Острейх. И сейчас вот нам уходить. Вот видите, Пассау нам нужно перестраиваться. Давайте чуть-чуть быстрее поедем и перестроимся в эту полосу. Вот еще различные супермаркеты. Любят они там все эти аутлеты, супермаркеты и тому подобное переносить за город, чтобы было дешевле. Ну, все, теперь уже Спассау с границы Германии и Австрии. Посмотрим, посмотрите, да, как это все это выглядит, как выглядит граница. А мне сейчас где-нибудь там нужно будет заправиться бензином подешевле. Ладно-ка, смотрите дальше. Вот всегда люблю у немцев, ну, в данном случае еще у австрийцев, то, что называется ремонтом дорог. Обратите внимание, это была четырехполосная трасса. Две полосы в одну сторону, две полосы в другую сторону. Вот то, что сейчас мы едем, да, это вот те самые две полосы немецкого автобана, плюс обочина, плюс все остальное, которое пустили на то, чтобы сделать ремонт. А дальше сбоку всю полосу раскапывают, как вы видите, да, то есть не просто так, да. Раскапывают, выкапывают вместо трассы котлован, после чего делают еще, как это, один ремонт, уравнивая и так далее. Вот теперь мы сейчас вернемся, вы увидите, как оно на самом деле должно было выглядеть. Вот, вот, и то, здесь тоже, похоже, ремонтируют обочину. Я, пожалуй, обгоню этого товарища. Не бойтесь, здесь все хорошо. Ширина достаточная, еще через 400 метров. То есть идея понятна, да, настолько отличные, настолько широкие дороги со всеми обочинами и так далее, что позволяет из двух полос сделать четыре, пусть более узкие, а потом уже опускать трафик по остальным. Ну вот мы проехали, да, вот так вот примерно должны выглядеть ремонтные работы в мире. Если в вашей стране не так, жалуйтесь на опыт, в европейской стране, например, в Украине не так, жалуйтесь на опыт Германии, ссылайтесь на опыт Германии или Австрии, да даже в Чехии, я думаю, вы видели, и сможете, соответственно, ездить нормально, да, то есть, как видите, никаких тебе летящих камней, ничего, четко повернул, я не успел просто камеру включить, сначала куча знаков, мигающих, лампочек и так далее, повернул, доехал и тому подобное. Ну вот, как я уже говорил, едем в Пасао, Пасао осталось 57 километров, сейчас 9.30, скоро уже будем на месте. Давайте, смотрите дальше. Я помню, что мы едем в Штургар. О, не видно, наверное, уже, красивый такой был чей-то, видать, какого-то феодала, домик или замок, небольшой, там внизу. Ладно, увидимся дальше, смотрите. Итак, продолжаем, Пасао, почти Пасао, сейчас 9.50, вот такое вот время, да, то есть час. Я еще заезжал, на самом деле, на заправку, вот, на Shell, Shell это наше все. Кстати, если вы видите, слева сейчас, вы уже не видите, но если обратили внимание, чуть-чуть отмотаете, лежали части лопастей, ветряков. И сейчас мы проезжаем границу. Это германо-австрийская граница, здесь вы видите, таможня все равно работает, хочу вам сразу сказать, что она работает по причине того, что все равно грузы перемещаются из страны в страну. Даже сейчас, когда я заказываю там в Китае что-то, мне приходят письма с таможни, там просьба подтвердить, не подтвердить, показать документы, как вы покупали, что вы платили и тому подобное, реальную цену, все это дело приходит. Ну вот, собственно говоря, вы только что видели австрийскую границу, мы ее только что проехали. Ну, если не считать таможней, то никому останавливаться не нужно. И вот, вот этот любимый знак, перечеркнутый белый круг, где все условности отменены. Мы переезжаем реку Инн, вот вы ее видите, не видите, не знаю, вот такая она не очень широкая, впадает тоже в Дунай, Инсбрук, это мост на Ине, известный город. И добро пожаловать в Bundesrepublik Deutschland, Deutschland Uber Alice. Дорога здесь не очень, кстати, я не знаю почему, но вот здесь, именно в районе Пассау, это капец. И видите, знаменитый знак, 130, рекомендуемая скорость по шоссе, все остальное, в принципе, пофиг. Поэтому мы додавливаем педальку газа, но не сильно, по одной простой причине, потому что здесь сейчас будет знак, по-моему, 100, потому что фуры теперь сворачивают на немецкую таможню, если этого требуется. И, что, да, и в результате, как бы, можно попасться. Немцы любят вот прямо на границе стоять, это известная у них Богофича, они стоят на границе и просят. Кстати, я без фар еду, и это чуть меня не попалило. Вот, только выехал с заправки. И они сразу проверяют вас на скорость, вы думаете, что у вас, вам все разрешено, а оказывается, что ограничения в 100 стоим. И все. И мы едем. И уже Германия. И осталось всего, сколько это нам осталось, 4 часа до того момента, как мы будем в Кёпингене. Ну, я извиняюсь, я пока увлекся разговором, тот меня уже поджалит, сори, мужик. Вот. Видите, видите, как пошел, настоящий немец чувствуется. Я тоже сейчас придавлю, кстати, смотрите. Ну, чего ж он уезжает в 180, а я не могу, да, я тоже могу. Ну, правда, у меня зимняя резина, и поэтому... Ну, вот мы сейчас идем слегка 180. Вы слышите такой бум. Надо будет, кстати... А, ну да, чтобы надо будет, только зима началась. Вот. И, как вы видите, мы успешно преодолеваем все препятствия. До Пассау 21 километр, Нюрнберг 234 километра. Но мы туда не поедем, мы повернем на Мюнхен по такой очень странной дороге. Выскочим на окружную. Вот еще одна река Рот. Выскочим на окружную Мюнхена, и потом выскочим на Штутборд. То есть нам всего ничего там осталось 370 километров. Там это, как я уже говорил, 4 часа в основном из-за окружной Мюнхена, потому что она достаточно специфическая. Такие вот дела. Смотрите дальше. Я уже, наверное, включусь на окружной Мюнхена. Посмотрите, что где и как в Мюнхене. Если я, кстати, правильно... Там еще съезды, въезды. Тихо, повернешься, разберешься. Но я думаю, что разберемся. Смотрите дальше. Увидимся. Я с вами был... Да, ну не прощаюсь, но это была Германия с ее отсутствием ограничений и скоростью 160 километров в час. Давайте дальше будем смотреть дорогу до Штутбордка. И снова всем привет. 10-20 дорога, которая соединяет Пассау с Нюрнбергом. Сейчас вот здесь вот, видите, вот эти вот деревья. А потом следующая линия деревьев, наверное, не видите. Ну, неважно. Слева деревья, а там следующая линия деревьев чуть дальше. А между ними маленькая речка под названием Дунай. Это только начало Дуная. Здесь в его части, которая касается Германии. Как вы знаете, Дунай берет начало в Германии, потом течет по Австрии, по Венгрии, по Румынии и так далее. И впадает в Черное море, одна из крупнейших водных артерий Европы, служившая много тысячелетий людям для транспорта. Мы ее сейчас как раз и переезжаем. Немцы, как всегда, все это дело облагородили. Ну, О, там можно не облагородили, а просто облагородили. Вот так будем говорить. С правильным акцентом на А, Москва, облагородили. А, Г, еще надо будет поработать. Неважно. Да, еще и с наспорком побороться. Вот. Вот сейчас мы переезжаем, вот этот вот мост красивый, через узенькую речку Дунай. Увы, вот фура сейчас нам закрывает. И буквально через 2 километра, вот он, Дунай. Не знаю, видно, не видно сейчас. Сейчас с правой стороны чуть-чуть Дуная есть, если камера захватывает. Ну, я, по крайней мере, его вижу. Ширина здесь Дуная очень небольшая, но народ старается. Вот, да, видно сейчас. И народ старается, и практически на всем протяжении Дуная сделали его судоходным. А еще я сейчас поверну на автостраду, если я не ошибаюсь, 96. Это автострада 96 приведет меня. О-о-о, они сейчас столкнутся. Они тут что-то такое устроили, что я не понял. Видели, видели? Да, один, второй, третий влазят друг к другу. Ага, я так понял, что это первый влез, а второй пропускал своего дружбана, который шел впереди. Ну, что можно взять от славенов? Нет, сербов. Ну, понятно. Теперь понятно, почему их вся Европа-то бомбила. При таком поведении на дорогах. А, 92. Вот сейчас 92 в одну сторону, ну не 96. То есть 92 в одну сторону пойдет туда, к границе с Чехией, а в другую сторону пойдет на Хмюнхен, автобан на Хмюнхен. Я сейчас возьму через 300 метров, вот 100 метров можно уходить. Я сейчас возьму вправо чуть-чуть, а после этого возьму чуть-чуть влево. Опять же, видите, вот добрые люди, когда что-то происходит, всегда ставят отличные указатели мигающие. Так, скорость 80 я, в принципе, не нарушаю. Немцы-педанты даже за 5 км в час могут оштрафовать, хотя немцы там, где нельзя, носятся, вернее, там, где можно, носятся сколько угодно. Ну и вот, вот он, вот он, вот он, поворот на Хмюнхен. Мерседес красиво входит и догоняет, ну в хорошем смысле этого слова, X5 с австрийскими номерами, а именно Вены. Сзади непонятно кто тоже. Этот 92 автобан отличается тем, что он фактически не автобан. Насколько я знаю, он построен очень-очень давно, еще в 30-е годы, и с этого времени фактически не модифицировался. Поэтому здесь нет такой широкой там отмостки, нет нормальных разделителей, и есть знаки 120, что угнетает. Ну, с другой стороны, если это, если не ошибаюсь, построенный в 92-й автобан, он где-то здесь, вот, начиная оттуда, от Кёльна до Мюнхена и дальше, до границы, понятно, до переброски войск между западными и восточными границами, он строился, по-моему, начиная там с 28-го года, поэтому можете себе представить, каково это было, да, ну и качество покрытия, естественно, он ремонтировался, но качество покрытия, как вы видите, отличное. Давай, Вен, Венчанин, Венец. Погнали, давай, давай. О, ограничений нет, до Мюнхена 140, следовательно, 1 час, и мы будем в Мюнхене на окружной, смотрите дальше. С вами был я, Игорь Шестидко, с 92-го автобана, через час вернемся на Мюнхенскую окружную и Мюнхенский аэропорт. Кстати, надеюсь, вы посмотрели мои путевые заметки про Саудовскую Аравию, мой перелет Риад-Мюнхен-Вена, да, я там тоже линк, не забывайте заглядывать в описание, смотрите дальше, увидимся. Ну что, 11.15, Мюнхенская окружная, увы, ЧПС ведет нас мимо арены, арену мы, скорее всего, не увидим, но можно представить себе вот эти все, как это, развязки, бешеные водители, которые водят на полной скорости, нам остается, сколько еще, а, ну мы все равно по кругу едем, в любом, вот 227 километров до Штутгарта, на самом деле я еду в Кёпенькин, остается еще 190 километров, чуть-чуть ближе, чем Штутгарт, бензина почти полный бак, отлично проехали по 92-й автостраде, и сейчас выскочим через 20 километров, так, там тоже все плохо, фуры здесь не стесняются, включают поворот, и вот вы видите, да, вот, 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 вот эту вот хреньюшку, она вот такая. Дорога, кстати, ведет мимо Обершляйсхайма, мы сейчас будем, кто смотрел мои путевые заметки про музей авиации в Бюнхене, это как раз там, мы будем проезжать мимо этого взлетного поля и тому подобное, так, мужик, мужик, бегать здесь не принято, ну и пользуюсь турбиной Мерседеса, вернее, компрессором, быстренько переходим на следующий уровень скорости, ну вот вы видите, да, различные, там, как-то минимуми были, и вот так вот лесок, все отгорожено, города вы не видите, обнижаем потихонечку, осталось 16 километров до поворота, видите, видите, как только тут принято пропускать, да, если человек уже включил поворот и начал поворачивать, что же делать-то, товарищ из Дахау, пропустим его, xx55, хорошо, что здесь 666, кто не знает, что в Дахау находился первый из крупнейших немецких, господи, концентрационных лагерей, или концлагерей, если кто знает историю, да, где уничтожали еще тогда, как его так, неугодных рейхов 30-е годы, ну и евреям, кстати, по-моему, 20-го числа октября, или 18-го октября было день, ночью, это христальная ночь, да, когда были инсценированы крупнейшие погромы еврейские, в том числе и в Нютхене, в том числе многих потом евреев отправили именно в лагеря типа Дахау, он тоже, кстати, здесь с одной стороны будет образ Шляйскаева, с другой стороны Дахау, но это так, о плохом, о хорошем осталось всего ничего до Штутгарда, до Кёппенгена, где я буду в Марклине, куплю себе запчасти для следующих макетов железных дорог, надеюсь, вы посмотрели, и заходите заказать у меня тоже их, и в том числе и, наверное, куплю себе одну садовую железную дорогу для демо, в крайнем случае сниму просто, чтобы представляли себе, что это такое, может, опять же, кто-то, имея свой частный дом, заинтересуется постройкой такого, такой садовой железной дорогой, или хотя бы ее приобретением, а вот впереди мы видим, ну вот опять Мюнхен, сбоку там у нас проходит, или это оба шлейскаем? Непонятно. По-моему, это как раз... А, слушайте, это был унтершлейскаем, а вот оба шлейскаем. А вот, вот те здания, это как раз был офис Майкрософта. Давай, 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 быстрее, быстрее. И мы проезжаем до Хау, мы проезжаем оба шлейскаем, вот указатели, и уже практически подъехали. к повороту. Ну что ж, вот такая вот она, мюнхенская крушная, вон там дальше здания, которые идут в Мюнхене. Народ едет, а может, не поедем быстрее? А, поедем и быстрее, вон знак 120. А вон мюнхенская телевышка, кстати, видно, высокая, да, в Олимпийской парте, или Олимпия парк, вот не помню, нет у меня, по-моему, видео. Короче, в Мюнхене мне еще и работать. Вот обратите внимание, Инсбрук и Зальцбург, особенно Зальцбург. Я мог поехать через Зальцбург, но тогда бы я приехал с южной стороны Мюнхена, а там окружной нет, она есть с севера. Пришлось бы ехать через, вот, Зальцбург, видите, через центр города, что весьма и весьма неинтересно будет. 100, давайте, обгоним, через 9 километров нам забирать в сторону, а мы едем не соточку, а 120. Зальцбург, Австрия, центр, Студгарт, Студгарт прямо. Ну что ж, Реверера, хорошие магазины. Там, кстати, кроме всего прочего, продается и хороший, не хороший, а просто алкоголь с большим выбором различного пива. Так, мы правильно едем. И вот мы уже, собственно, я что, уже проехал, это все? Это же уже 13 километров проехал, но я даю. И вот мы выходим уже на трассу на Штутгарт. Ну что ж, совсем ничего. Какие-то остается 180 километров, и мы молодцы. Смотрите дальше. Если будет что-то еще интересное, я сниму. Если ничего интересного не будет, я уже сниму из Гёппинга. Или Гёппинген, вернее, если правильно, Гёппинген, родина Марклин. Там находится завод по производству всех этих железных дорог разных масштабов, фактически той компании, которая стала основателем целой индустрии. Ну что ж, увидимся дальше. Смотрите, вон уже знаки все разрешено, поэтому сейчас погоню на полной скорости. Давайте дальше. еще один интересное место. Это автострада, которая идет в Мюнхен, Штутгарт, и дальше туда, до Кёльна. Здесь сейчас идут какие-то работы, но немцы, конечно, забили на эти работы. Вот посмотрите, по каким красивым горам проходит весь процесс. Мы практически подъехали уже к Гёппингену, сейчас час дня. Вот мы едем, вы видите горы, сверху там жилые районы, и представьте, каково было в средние века, пока этих... Наверняка, это автострад... Кстати, вторая часть автострады проходит с другой стороны горы, то есть встречный трафик уйдет в одну сторону, мы идем с другой стороны горы, но наверняка, судя по состоянию, вот эта трасса была изначально сделана однополосной, по горам проходила. Можно представить, каково было путникам, скажем так, забирающимся на эту гору, и мы видим, то есть знаете, что вся Германия раньше представляла из собой сплошные леса, вот эти сплошные леса, остатки их есть, но кому в горах-то нужно эти-то леса, трогать, вот, и везде в низинах я вот только что взгляд выхватил, видно было то один домик, то другой домик, то третий, а мне, кстати, через два километра уже поворачивать, и я подъезжаю к Кёппингу, вот оно, так красиво, внизу, вон, вот видите, 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 домики, поэтому, когда здесь были леса, представьте, да, то есть, заброшенные в лесах городишки, находящиеся друг от друга на расстоянии, там, дневного перехода, тропы, которые зарастали, если их не прорубать, и тому подобное, и, естественно, хорошая почва для того, чтобы появлялись сказки типа братьев Гримп, про монстров, и так далее, ну, а с монстрами все и так понятно, естественно, если городки были изолированы, так, тут все тормозят, похоже, что здесь есть полиция, так мне вот уже и поворачивать, я понял, вот, соответственно, эти городки были изолированы, там происходило постоянное кровосмешение, появлялись всякие мутанты, монстры, и так далее, и тому подобное, и братья Гримп могли узнать все эти легенды, да, то есть, а там возле города такого ребенка выгнали, да, брат переспал с сестрой, ну, а что делать, да, а если нет другой сестры, вот, брат переспал с сестрой, родился какой-нибудь монстрик, и в результате, и в результате, как бы, получалось то, что получалось, то есть, сплошной жах, вот мы съезжаем, посмотрите, ворон так сидит на дереве, прям ужас, слушайте, куда мы едем, и это-то в центре Германии, капец, вот смотрите, авто сразу, вот эта вторая часть, видите, она пошла в другую сторону горы, ну, а мы сейчас, а не, мы не проедем по немецкому городку, или проедем, не проедем, судя по GPS, он ведет нас как раз туда, куда нам надо, ну, как вы видите, немецкий городок, выглядит очень даже привлекательно, причем, вот эти вот дома, с покатными крышами, и с надписью отель, наводит на мысль, что сюда еще ездят туристы, а нафига, поверачиваем, воруч, тут, видать, какие-то либо полезные, всякие, знаете, у них Баттен называется, вот эти все, Баттен, это какие-то целительные источники, вполне может быть, ну, вот мы наблюдаем, Германию, в том его виде, в котором вы, наверное, не видели, вот они, разбросанные городки, теперь их, конечно, больше, они на виду, друг у друга, потому что леса вырубили, но некоторые леса еще подходят к дороге, и там, наверное, еще живут монстры, интересно, стоило бы, снять американцам, поворот не туда, да, поворот не туда, в Германии, где главные герои встречаются с героями братьев Грим, а вот я вижу овец, да, овцы, овцы в большом количестве, шрут, ну, не альпийскую травку, но все-таки травку, в общем, мы едем, а, ну, можно соточку ехать, а что-то я так еду, всего лишь 70, по привычке, чтобы меня не остановили, ну, и мы опять езжаем в какой-то городок, судя по всему, где будет 50, и снова увидим, смотрите, халт, остановочка, и красивые, красивые, немецкие домики, с аккуратненькими, палисадничками, у многих даже нет, как вы видите, заборов вообще, какой-то механизированный двор, какого-то богатого был, наверное, товарищи, вот автобус рейсов, и не маршрутка, обратите внимание, достаточно большой автобус, и мы дальше едем, тут даже светофуд есть, посмотрите, прелестно, прелестно, но я буду заканчивать, потому что скоро уже Марклин, а вот этот типичный баварский, ну правда мы уже не в Баварии, а в Штутгвард, я не помню, как это, Вюстбаден, или как он там, Фольксбанк, Райфайзенбанк, Райфайзенбанк, он выкупил, 5 градусов тепла, люди закутаны, слушайте, меня это пугает, я в одной кофте еду, в общем-то, надо будет выйти на улицу, сразу одеть теплую кофту, куртку, вот, смотрите, ну все, наверное, вы насладились видом немецкого городка, Mazda, слушайте, откуда старая Mazda, в центре Германии, в старом городе, хотя, кто его знает, живые изгороди, в общем, все такое игрушечное, все такое красивое, чуваки нарушают, что ли, он же на красный выехал, у меня же был зеленый, или там у них просто второстепенно, таким образом, и вот указатель Гёппинген, и на этом, так сказать, приятной ноте мы закончим, сейчас ебьет Гёппинген, и продолжу съемку видео, смотрите дальше, уже окончание маршрута, 12, вот, 13, 13.06, увидимся, пока. А еще один момент, я хотел уже снимать из Гёппингена, но тут, смотрите, какая дорога, как раз для SLK, вот она, вот она, соточку, можно, я уже еду 120, правда, чуть-чуть притопил педаль, круг газа, так нельзя, и крутой поворот, и мотор приведет, что он нам несет, ого, о, круто, смотрите, так тут еще один спуск, вау, вот это Need for Speed, не будем заходить в дрифт, потому что не видно, что там на другой стороне, сколько хоть скорость, тут 100 км в час можно ездить, что-то немцы как-то, учитывая их, но впереди машина, и обгон разрешен, слушайте, и 100 км в час, то ли я знак пропустил, то ли немцы гонят, я не знал, я не знал, я просто хотел показать такую петляющую по полям дорогу высокого качества, а теперь, а теперь это самое, здесь вы видите, то, что можно, ага, здесь разгоняться вообще не стоит, потому что там в конце Т-образный перекресток, это, конечно, жесть, это только, то есть представьте, вот так вот на конях, или там на каретах, народ поднимался, о, смотрите, нам в Кёппингер, ты куда, поворачивай направо, давай, давай, куда ты поворачиваешь, что ты творишь, потвора, вау, блин, и не видно же ничего, а такой кайф, два километра сплошного слал, ага, хорошо, что я не начал обгонять, а, два километра сплошного слал, можно было бы, вон еще один кусок, товарищ, пропусти меня, у нас все-таки Мерседес для таких вот дорог построен, в общем-то, прикол как раз именно в том, что при узкой базе, короткой базе, да, он все-таки СЛК Кюрц, и мощном компрессоре, который с нуля разгоняется, вот так вот, он позволяет проходить такие повороты, очень легко, после чего сразу с места стартовать и уходить вниз, вот он, еще один такой поворот, смотрим, там никто навстречу не едет, мы выходим сюда, и потом начинаем, слушайте, я никогда не ездил по такой дороге, 70, все, приехали, ладненько, уже жилые кварталы пошли, Геппингена, и мы уже будем снимать с Геппингена, увидимся. Ну вот, мы подъезжаем, 13-20, фактически, если считать, что выехали мы около 7, 6-7 часов в дороге с остановками, с заправками и так далее, как вы видите, Европа является таким одним открытым, открытой местностью, я пересекал большое количество различных границ, а именно Словакия с Австрией, Австрия с Германией, без всяких проблем, без всяких вопросов, без полиции, таможни и тому подобное. О, кто-то едет. О, это плохо. А именно плохо тем, что все должны пропускать его. Вот так вот, я молодец, я пропустил скорую помощь. А вот, это, кстати, очень большое нарушение. Так вот, все эти вопросы, да, то есть, как бы, легко передвигаться, легко ездить, естественно, для бизнеса, это передвижение товаров, это движение услуг, это движение, в конце концов, денег, а для людей это, с другой стороны, просто можете поехать туда, куда хотите, сколько хотите, когда хотите, то есть, достаточно просто иметь деньги на дорогу, в данном случае, как я. Ну, а мы сейчас находимся уже в Гёппингене, я, правда, заехал с другой стороны, я никогда здесь не заезжал, и вы видели, что из этого получилось, отличную я, трассу для дрифта себе нашёл, ага, вот это место я уже узнаю, вот, и нам сейчас вот сюда, аккуратненько поворачиваем, пересекаем железную дорогу, и мы окажемся возле музея и магазина Марклин, думаю, вы все знаете, что это такое, да, да, это тот прекрасный магазин, где есть куча различных железных дорог, ну, и прекрасный музей, где вы можете увидеть различные экспонаты Марклина, для тех, кто действительно интересуется, вот, мы въезжаем, опять вы видите указатель Гёппинген, село, по большому счёту, село, правда, его во время войны серьёзно разбомбили, ввиду того, что здесь находились производства разные, ну, Марклин не считаем серьёзным производством, но с другой стороны, и сейчас, как вы видите, городишко процветает, вот, через 300 метров мы будем находиться там, где нам нужно, а именно возле Марклина, вон он, большой, красивый Марклин, и вот здесь, вот мы сейчас, где же мы тут сможем повернуть, там нигде не сможем повернуть, и нам придётся, давайте, ага, можем повернуть, вот разрыв есть, и сделать круг почёта, вот, я так понимаю, сюда, вот он, магазин Марклина, мы достигли своей цели, вот, вот паровоз первой серии, DRG-01, и нас ещё пока не ждут, вот вагоны, вот колёсные пары, и здесь опять крокодил, и здесь мы, пожалуй, и припаркуемся, ну, что ж, это было, достаточно короткое, я постарался по минимуму снимать видео о дороге, то есть, просто чуть-чуть, чтобы вы смогли оценить, сейчас я ещё сниму Марклин, но это будет уже отдельным видео, поэтому, спасибо всем, кто был с нами, всего хорошего, до свидания, не забывайте подписываться на мой канал, смотрите аннотации, смотрите описание, там есть линки, смотрите мои обзоры Марклина, да, и мои путевые заметки, с вами был я, Игорь Шестидко, всего хорошего, всем удачи, пока! Игорь Шестидко,